Итак, переходим к изучению следующей формы, сисин, положение после шага наискось, которое мы уже встречали в форме ранее. Эта форма начинается после движения нюбу, крученный шаг. Плавно переходим, выполняем шаг левой ногой вперед, левая нога ставится под 45 градусов, носочек завернут внутрь, одновременно правая рука идет назад, левая идет к грудной клетке. Дальше, за счет переноса веса с правой ноги на левую, работа таза и поясницы, левая рука, переносим вес вперед, левая рука обходит колено, поднимается вверх запястьем, положение кисти, голову, каюк, правая рука выполняет дуговое движение, ряжащее движение по правым ребром ладони, идет вправо по дуге, туловище слегка поворачивается за правой рукой и затем выравнивается фронтально во время позиции седшего оседания вниз, опускания центра тяжести вниз. Еще раз разберем это движение. Шаг, правая рука пошла назад, левая пошла к грудной клетке, левая пошла к уху, правая пошла вниз, плавно переносим вес, левая рука обходит колено левой ноги, все движение за счет поясницы, за счет ног. Дальше поднимаем руку с запястьем собранным в положении головы каюка, так как будто мы поднимаем цветочек с поверхности воды. Дальше правая рука выполняет рубящее и режущее движение вправо, туловище слегка поворачивается за рукой и в конечном положении выравниваем туловище фронтально. Крестообразное положение, ноги вперед, руки перпендикулярно.